Все, ребят, топ-стар запилил, это беспонтовая запись, левая, полчаса просто ничего не происходит. Дальше Димак, кстати, на Люцифера, наверное, попадет. Дальше Димак. Ну что, здесь уже Бо-3. Лайт-Вайт против Димаги. Игрок из Казахстана против украинского нашего известного Димаги. 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 Все, топ-старт сделал, ребят, чтобы запись была нормальная, а не... Пустая, соответственно. Тут уже Бо-3 стадия началась, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и как я говорил уже без финала. Три квоты. То есть два полуфинала... А, не, ну будет типа матч за третье место вместо финала, получается. Интересно, и стенку у этого это... Подонка в стенке. Здесь какое-то нагромождение зданий. Проход только здесь, походу. Так. Кого фризит исходное, ставьте, ребят, и не тупите. Кого фризит исходное, ставьте, ребят, и не тупите. Посмотрим, посмотрим. Ты когда начнется там стрим, скажи. Я с удовольствием посмотрю. Хотел я и Союз посмотреть, как с Восточного стартовал. Ну, в 5 утра что-то забыл, проспал. Там тоже какие-то турниры были, по режиму не подошло. Ну, здесь посмотрим, ребят. Ну, я вижу, что Лайтвейт играет в... Пилон Гейт, Гасник, с Кибернетчиком. У него был билд. Получается. Играет в Дроп Дарку, в Дарк Харас, соответственно. Самое интересное, здесь еще не вылетел Лайтвейт. А, зато у него по его стилю плюс 2 уже заказано. Ну, с таким билдом надо выходить, получается. То есть, в Нексус 3 и делать и мов. Демаги уже Роуч, у него уже, понимаете, еще Дарк Шрайна нет. У Демаги уже скорость 40 секунд почти делается. То есть, уже 40 секунд, как Леер, есть. У Дарков не было шансов остаться необнаруженными просто. Ну, вместо того, чтобы пойти до... Но при этом всем, вот обратите внимание, у Демаги не было Оверсира. То есть, если сейчас Лайтвейт сюда пошел... Дарками просто райдкликнул бы, он бы успел Хат убить, я просто уверен. Но он сливает Архонов, Демага это еще и запалил. В итоге, что они здесь делают, эти Архоны? Они сядут в призму после первого Блевка Роучи на пол ХП, примерно, Архону, и улетят. Так, а сколько там этот Falcon Heavy-то выводить должен вообще по планам? Ну, он же примерно, наверное, как Ангара опять, как я понимаю. И, кстати, с Ангарой что-то там мутно, походу, на нее забили. Потому что недавно новость считал, что какой-то Феникс там на базе Союза сверхтяжелого класса будет, который 90 тонн, то есть это фактически энергия Протон. Та же самая, как бы, будет выводить, он будет заново делаться, еще только в 2027-28 полет планируется. Куда Ангару запихнут, что-то непонятно вообще. Зачем ее делали. Так, ну, здесь у демаги все прикрыто. Один Архонгкс потерян был уже. А, она разве не тяжелая? Она прям сверхтяжелая. Ну, все, мута вылетает. Минус Призма. Один только Зилат высадился. Демаг вперед пошел. Здесь, конечно, 4 МА есть. Ну, и здесь дрон. Пробок 65, слушайте. Патоночек лайт-вайт ставит. Ну, как-то поздно вообще. 64. Да, это тяжелее Ангары. Намного опять. Как намного. Больше, чем в два раза. Нет, Соляркин, ты не туда смотришь. Это обычный фалкон. Я так думаю, потому что, ну, по цифрам понятно. Так, ну, тут 24 мута ля у демаги пролетает. Такой ДПС, что не могут они батарейку разобрать. Точнее, батарейка не может вылечить потонку, как вы видите. И вон демага же сатал, демагенс. Сталкеров убивает, залпы там фактически. Ну, здесь все ясно. Здесь, как бы, ничего не сделать пока. Да, Хэви, конечно. Посмотрим. Пусть краем глаза там держите в курсе, когда тут же несколько минут останется, я буду следить. Пока в Тарграф смотрим. Если лаги исходная, ребят, ну, исходная. Потому что, если, ну, не знаю, может, до сих пор нам посетить никакие причины. Исходным не должно лагов быть точно. На других качествах. Ну, уже вроде как и другие должны нормально работать. Демага в лоб просто армию убивает. Оппонентцевое, все. Кажется, что это 64 тона, не полезная нагрузка. Ну, если я так понял, сколько выводит она, это и есть полезная нагрузка. Ну, 64 это прям реально дофига. Понятно, это на низкую околоземную орбиту 64, на геоспационарку 26. Ну, как бы, да. Мало ракет, мощнее это и было там. Так. Сатурн или что там лунные программы было у американцев. Да и энергия, наверное, Буран и Н1. Вот эта эксперименталка, которая так и не полетела. ГГ Лайтвайт пишет, что-то шатал, шатал, демага мутая летал. Зашатал. Зашатал. Продолжение следует... 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 Какой-то странный подпуш здесь идет Сталкер, три зелка, сентряг какой-то такой Так, ну тут продолжается какая-то странная атака несколькими имитами Королева даже упала и даже часть имитов ушло, смотрю Здесь-то тоже две базы всего И демага сгрызает всех юнитов при ане, смотрите, выживает адепт При попытке выхода на третьний х на новую пробку водить Так, судимую шпильну тут и так 100 лимита на 67 Ну что-то надо было смотреть на самом деле Сейчас будем ждать следующих стадий, где, ну, то есть Лайтвайт старается, но все-таки неравный оппонент немножко здесь видо Так, тут два старгита, вообще все, два базы что-то делается Сейчас-то можно в третью выходить пробовать Ну, кстати, дарки заходят на вторую, на третью А у демаги, между прочим, спорок-то нет нигде Ну, дарки вместо рабочих, просто королеву сейчас били Сейчас самое логичное было бы уйти до арками, конечно, пока тут сумбур такой Так, ну хотя бы третий Третий уходит, собственно говоря, лайтвайт У демаги скорость оверсировала, но не погнался Взади не догнал Вот реально, весь день сидел Сегодня не стал спать после стрима Сидел-сидел весь день, пришел в эту колонку, чтобы делали, блин Казалось, там батарейка отходит Ну, будешь там конженца откабывает на нее Прям реально срубать что-то Он еще у меня Ну, че до херя вообще Лайтвайт варп со 116 лимит, кстати, у него Опа А вот это уже хорошее действие со стороны лайтвейтика Вся мута, минус просто в расход Пустил муталиска в демаги Сейчас, ну, дескни, туда-ка, смотри Там уже гидры бодренько, правда И два феникса, минус вообще Шесть пробок прилетел Еще убил демага Гидри, рейндж пошла скорость, так понимаю Есть, вторая атака уже доделалась В демаге А там первая только заказана сидит Просто так воровально грейд делает Только подумать Так, это пять дронов Демаг засплетил гидру Вот сейчас фенов можно попробовать словить Как раз сюда летят В лапы этой гидры Два феникса, минус третьего продамажил Ну, там только поля фактически Так, сейчас стану после этой игры Пойду умоюсь Слушай, это прям вообще дичь какая-то Слушайте, тут люрауди магия То есть 70 на 130 Одного лёркера одному и слил Ну, это один люркер всего лишь Да ну, какой кофеек Ложиться уже скоро надо Шесть утра и ем В связи с этим, кстати, я думаю Что может даже это Опа, на стопчик демага зал Зачем же ты отпустил Сейчас бы такая красота могла случиться Если бы сюда бы зашел Лайтвайт Там за два залпа улетело бы все вообще Я думаю, даже, может, напишу там, что Если Мэджик-то стримит Или кто-нибудь там еще стримит Там вроде кто-то стримит Чтобы, может, полуфинал не по очереди Одновременно сыграть, не знаю Потому что там и два полуфинала И матч за третье место он будет Ну, это было три, все будет, как бы, соответственно Я так понимаю Так, что Лерой демаг ковает снизу Что за демага делает Тоже непонятно мне Долго-долго собирается атаковать Ай, штормовики, минус вообще все Вот это катастрофа Делайтвайт про штормил Демага, что, будет он выход такой-нибудь делать Или он будет здесь реведжеров морфить Он будет и реведжеров морфить, видимо И выход делать, я так понял Ну, пришел и степелил здесь, короче Всю армию, демазик ГГнчик, реально Пройду-ка я сейчас умуюсь Пройдусь, просто не могу Ужас, идей, ходите Пройдусь, сюда Фу, ребят, всем здорово еще, помните про отлоки, подписывайтесь на премиум, поддержите меня и мой канал, конечно тяжело, потому что 2-2 суток подряд по 5-6 часов спать и стримить еще вечером, потом отнющий расклад, вот конечно усталость копится и тяжеловато, вот чтоб вставать, ну в прямом эфире хочется посмотреть, да как бы. Ну а запись днем смотрит даже больше, чем е-мое вечером. Кстати, вторая квали у нас завтра получается, да, 7-го на этот турик, ну да. Так, Люцифера продвинули, а где он, Люцифер у нас, кстати? Брат Оксавер, он, кстати, бьется. Люцифера что-то я не наблюдаю, да? Ну да, пока нет Люцифера. Бассет ждет Фоллинджера Скиллоса. Так, враток с Аверсом. Кады играют уже по уфе. Лау будет у них. Лау будет уфе. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вторая карта скилл из Bassett 1-0 скилл из Павел, Bassett очень мощно гидролингами давил, конечно К моему удивлению, Хаосов продавливал, там убивал Но Чутарик, Чутарик-то все-таки не хватило Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, блочит, кстати, третий у нас Скиллы-то тут Bassett'у А тут и Адептик пришел и привет рабочему передал, напиленному Бедняга, Дрон, да? Вот пробка Не по-пацански Не раз на раз Старшего... Старшую сестру позвала А кто сказал, что будет легко? Кто обещал быть буддистским монахом? И главное, кому? И кому, как Кровосток говорили Тут нифига не получается Кажется, меня отпустила сонность Меня уж прям так отвалило Как-то реально Хотя, может, это, мне кажется, его волны будут Здесь Имморт выстроятся очень подозрительно Кстати, один и второй То есть это, очевидно, будет пуш какой-то А вот Центря в рампе Это так себе затея, я вам скажу Без Филда не получится сдержать, походу Так, Имморт спускается После има будет этот Что, что ты спалил? Иммортал скилл? С нахера? С нахерам спалил-то Кейсы пошли Главное, прям, направление овера Ну, пилона другого нет Радо что здесь можно было заказывать Так, призма нужна Да, призма заказана Усток хватает Закрывает все скилл Там прям очень много собак напиливается У Баса-то Есть 17, 20 делается И Беллинг Нест Слушайте, ну, таким миксом против маслингов Ну, крайне сложно воевать Филды, конечно, могут зарешать, но Ну, спешит, да, призма вперед идет До Доварпа, короче Сентри падают Доварп, нужно максимум У Сентри дела Здесь газа даже нет Вот в чем прикол На второй-то базе Доварп, двух адек там дома Сентри не надо терять Не теряет скилл Сентрю Но теряет энергию у Сентри У этих Ну, здесь все плохо И вот здесь проход между пилонами есть Вообще-то Ну, вроде скиллос отколупался И даже идет в атаку Призму за объем Какая ошибка Ну, еп Ну, видят же маслингов И призмы хер пойми где Вообще летают Почему? Дом, кстати, 4 адепта Одного надо оставить Трех можно взять Вперед Да, так и делает Скиллос у нас Приходят бейны Ну, тут все плохо у скиллоса С одной стороны Да нет Тут со всех сторон Слуха Потому что уже Бассет в лейр переходит Это значит, что продолжать Будет прессовать Может быть даже Анидус нафиг Я так полагаю Смотрите, как Силы-то такие Типа в стеночку Варпанулись Еще Бассет Испугался У него тут набегает Лингов просто немерено Окружает Да сгрызи Все нафиг Что он, собственно говоря, И сделал В итоге Издаварп Там только Сентриана Прогрызать Просто Только не надо Всеми адепта Грызть Надо грызть И здание Адепта Блин Все Надо грызть Везде Сейчас гейт Сгрызет Бассет Конец Сгрыз гейт Здесь такие Сильные До варпы Что отбиваются Скилл Хорошо С пробками Собачку Увел Слушайте И полями То не так Уж без шага Пока что Собаки Дотекают Стенку Восстановить Не успел К сожалению Нужен филд Филд Ставится Неплохо Вроде как Батареек Больше особо Нет Но если бы не этот Филд Уже Проиграл Я думаю Иморфл Заходит Иморфл Это хорошо Два Хорошо Пробки Будет Ступать Там еще До варп Зилку Лимит Там все Чтобы танчить Неплохо Может заходить Здесь сразу Контратака Прямо Сразу Она идет Батареек Батареек Филд Куда Куда Сантреть Собак Гропать Бьется Как лев Скиллс Ребят Благодаря Контролю Просто Потери По минералам Вообще Угроза Даже выше Почти Вровень Идут Тут Масса Собаки Бейны По поводу Бейлингов Не втянуть Будет Бейлингов Не втянуть Просто Лингедар С бейлингами Как-то Не очень Мне кажется Будет Хотя Если крутые Филды Поставить Четыре Бейлинга Могут Не зайти Ну и Апса Еще нет Очень Плох Конечно Так Неплохие Здесь Филды Бейлинги Все-таки Доходят Ну и мы С зилками Здесь Топчет Вообще Топчет Кстати Лимита Стало Больше Еще Сентризил Это Варкаться Нужно Еще Парочку Бойфилдов Кинуть Чтоб Собаки Прям Внутри Набегали Призма Потеряна Ну как же На плюс Два Собачки Грызут Жесть Это 1-1 Ребята Это 1-1 Кстати Такая Бескомпромиссная Борьба Я бы Сказал С одной Базы Никак Не Все Что Устроил Зерк В этой Игре Это 229 Собак У него Потеряно 2-1 Ну он понимает, что просто двухбазовый Что в контратаку пойдет, поэтому не лезет Он самолет четвертый, уже 57 дронов Ну вот был бы, кстати, Твайлайт У Скиллоса Был бы у него этот Глеф о адептном этой игре Может что-то и вышло бы Я уж не говорил про Даркшайна Там какие-нибудь архонов добавить, но Так, 57 лингов Два бэйна, новых бэйнов сделай Здесь идут со сталкерами, странный выход Пошел куда? Че сталкеры-то должны убивать? Там собаки одни строятся Все, ничего не строится Так А с двумя когтями бэйны делают Вот так вот просто Один маленький проходик Они вкатываются и все взрывается Чертям собачьим Хотя лимит пока равный Да, так себе два филда А ведь можно все было здесь закрыть И на муве пройти на мэйн И попытаться на мэйн Убить Кстати, это шанс на победу был единственный Зажимает бас Все-таки гг скиллос пишет Затянулся этот пуш Но были шансы Поэтому и скиллоса не сдавался Естественно Третья карта нам нужна Пока никто свои матчи не доиграл Насколько я вижу Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше stable Дальше Местоположение В чатике он sintак в чате Кстати, говорят что сейчас прем Скиви нельзя то купить Не знаю почему раньше это можно вроде как было Не знаю. будут ли это фиксить Ну, вообщем. с какими то моментами у кого проблемы возникают Скиви премы хочет Bankir Не писать на киви, скидывать. Я вам с гигаплеера возьму, например. Вот такие вот дела. Так, лейеру баста, ребят. Карта номер три, в общем-то, неоновая площадь. Смотрю что-то сюда, игру, а не говорю, что происходит, ребят. Неоновая площадь карты, это, видимо, мисклик-закупка, да. Это так оно и есть. Вот. Доблочил королеву, неприятно. Дронщики королевы заблочили. Гидроден пошел на 4.45, там где-то он был заказан. И что билды были в позиции 5 и 11 часов, соответственно. Бас экзерт на 5. И вот понятно где. Илон гей-гасник с кибердечкой здесь. Два гейта плюс 4, 6 гейтопс. Призма архива темпларов будет. Архона под пуш с делками, похоже. Аракул домой возвращается с адептами. Будет прикрывать заказ Никсуса третьего. Пора ставить 400 минералусов. Есть. Ну а тут рейнжочек к гидре подъезжает. Собаками ничего не сделать будут. А если бы не Аракул, кстати, собаке все бы выстрелили. Но Аракул помог и очень круто он помог. Так что один зилот остался. Узберга больше нифига нет. Просто сейчас никуда собак слил. Зато гидра может понапрягать. Если первый гейт рейнжовый, это подозрительно, что может какой-то пуш будет. Сейчас с другой стороны на крипе дома, почему бы не рейнжовый. Может наоборот боится вот этого Хараса, предпека. Демага 2.0. Спасибо, Анан. Молодец, Демос. Его мы еще увидим. Ну что ж, с призма минус. Ну и гидролинго пуш. Пошел. 109 на 88 по лимиту. Скиллс как-то нелепо хочет штурм выйти, по-моему, не имея юнитов. Вообще. Просрал весь Харас. И теперь как тут отбиваться-то? Стать взрывается. Никого не влочит. Шторм... Ооо, 19 секунд до шторма. Нет, это походу УГГ. Скиллсу, я не знаю, как ему отбиваться-то вообще. Если бы еще Баск не тупил, то штормяков укуснул. Есть армия заспличена даже тут. То есть, азилки потерялись. В итоге сейчас куда штормы кидать? Все не в кучу вообще. Мага не разим. Есть и второй кул. А нет, второго еще нет. С Барраток с Аверсом не доиграли. Сейчас я отпишу вам. Что и как. Ну тут победа Баса-то, ребята. Похоже, победа Баса-то. А скиллсу молодец. Я думал, что скиллс фаворит. Недооценил Баса-то эту. Что-то везде гидравт плюет. Это у Баса сильные пуши. Но смотрите, он играет вообще без грейдиков. То есть. Вот это его слабая сторона, я так понимаю. Так. Так. Так, ну что, пишу, что в демага стартовали, вороток играет, ещё 10 минут только с Саверсом. 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 Так, или все стримеры тут. Продолжение следует... Так, какие у тебя там записи не работают? У меня все записи, что я пока выставлял, работают. Что значит не работают? Они все работают. Причем прекрасно. Кстати, ты напомнил, надо добавить запись, ребят. Сейчас плюсики нужны в УТМ второй день. Сейчас добавлю. Так, доктор Агонзо. Не разему сколько лет? Не очень много. Честно говоря, не помню сколько. Так, второй... Прикладываю я пока. Второй день Пинчонга и Емчика. День Пинчонга и Емчика. Нужно 10 плюсанов, как обычно. Продолжение следует... Так, ну посмотрите, что за чудо-билд у демаги здесь. Это 17-я хата Газпул, 3-я хатка. До готовности пула очень ранняя. Вот. 16 неразимо. Все, выложил я запись, короче. 6 плюсанов. Вижу, надо больше плюсанов. Еще... Пилите. 17. Скоро неразимо в кухне. Ну, молодец. Так, пиляю рекламу. Опа, Аркаднификация на премиум подписался. Аркаднификация, он подписался на премиум. А мне, короче, вообще ничего не это. Вот. Короче, помните про Длакэс. Продерживайте меня и мой канал обязательно. Всем спасибо, кто так делает. Здесь адепт пришел от неразимо, начиная демагу напрягать этот адепт, между прочим. И что он убил? Ах, на последнем издыхании. 3 хп, 1 укус. И телепортнулся адепт отсюда. Ну, демаги, дроны строятся. Собачки выдвигаются. Кстати, могут они попробовать перехватить адепта. Чё демага сюда побежал? Вот же там видно, куда адепт уходил. Беги на ксилнагу. Очевиден, курс был ксилнаги сейчас. Ага, демаг все-таки решил перехватить чертяк. Демагу адепта. Проверил ксилнагу. Ни хрена здесь нет. Короче, никуда не побежал в итоге. А, ну он проверяет вот здесь, где бы мог адепт сныкаться. Но это обычно хитрые враги, меры ныкаются здесь, потому что понимают, что их настигнут в этом направлении. Но... Так, сетка есть, но на отвече нет бота, естественно. А сетка, естественно, тоже присутствует. Такс. Ютуб на твич закинул сетку. Всё ищите на Гудгейме. Всегда, как бы, там я хзкла добавлять. Все это каналы не основные, естественно, но... Они всегда врублены для вашего удобства. И, ну, кто-то из печали Ютуба конкретно приходит. На Ютубе, кстати, помню, ещё плюсовать надо канал. Ребята, даже кто не смотрит, там приходите, плюсуйте. Лайки там ставьте. Ну, нужно активно играть, что и лайки, и дизлайки. Стрим выводят нормально, но... Напоминать постоянно мне об этом в лоб, если честно. Пытается, Димага, погрызть немножечко, не рази его. Ну так. Покусал адепт. Там батарейка есть. Дроны добавляются. Естественно, я стримлю задержки. Дрона добавляются. Готов Гидроден, 53-49. Сейчас, понимаем, сейчас Гидролинго Прессинг начнётся. Кстати, Оверу тут не разим ещё, но подрезал. 9 сразу Гидралов, Димаг заказывает. Скорость пошла. Скорость пошла, но будет в перспективе там и естественная дальность. Заказано после скорости сразу же. Так, есть Димага, жжё... Ой-ой-ой. Димага грызёт, а не разим как раз-таки его оракулом жжёт. Димага чё-то собак слил просто 19. Куда? Зачем? Непонятно. Куда? Зачем? Так, а что же там Гидра? 12 е4 делают. Скорость сейчас будет готова. Ну, это очевидный Гидролинго Прессинг от Димосика. Не собирается он это терпеть, потому что не разим делает. Колосса заметил, смотрю. Блин, но он против Колосса. Пока рейнджа ещё у Гидры нет. Надо ли вообще вперёд, Димага, идти? Идёт на скорости Гидры. Гидры много. А я не понимаю смысл вот в этом билде, вот если ты, фактически, это all-in получается. То есть только если экономику и наубивать, там, допустим, и самому перейти в эко, можно съехать с него. А в целом это, можно сказать, all-in. Но Димаг заказывает плюс один сейчас зачем? Потому что на 0-0 имеет смысл пушить, как бы. Потому что, ну, здесь уже тяжело съехать будет. Либо надо делать этот грейд чуть раньше. Вот рейнджа Гидры нет, в итоге тяжело. А куда Гидрали скидовлезли? Дима, что ж ты делаешь? Три Гидрала, минус. Приятного очень мало дома. Ещё Гидрали скрыст эти колосса на халяву, Димаг пытается срезать. Ушёл под батарейки. Ушёл под батарейки. Всё нормально, хватит. Блудите вам. Так, шесть Гидов. Плюс. Тич Нарочкер поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, ну, Димага сейчас покажет этому Наглецу. Всем привет. Спасибо, Тич Нарочкер. Ну, что-то последнее время Наглец показывает Димаги. Вот это вот, что вообще? Ну, Димага насливался сейчас на ровном месте. Просто 9 Гидралов насливал. Зачем? Это провал, это косяк, конечно же, был. Спасибо, пацаны, за поддержку. Сейчас ещё Гидралов. И этот тоже никуда не денется. Блин, так и дышится быстро. Минус ещё один. Короче, 12 Гидралов. Как... Как не было, что называется. Здесь Димаг заходит, но убежал уже куда-то там Неразим. Кстати, он может вернуться. Быстро здесь Патоночка была, застраховала братуху Неразима. 150 на 130. Ещё Гидра Слита, хоть бы Оракула может покуснуть, а Оракула не покус... Просто провальная несколько минут от Димаги сейчас идут. Крип вообще один Криптумор вперёд идёт. Сейчас Неразим придёт по нему вперёд, убьёт всё. Четвёртая Хаткаши есть, Люркерден есть, Хайф есть. Не знаю, нахрена вообще здесь он нужен. Слушайте, а здесь выход с тремя колоссами это тяжёлый для Димаги выход. Правда, Неразим соплайвлок на 133 славил в лимитах, но... Да не, нормально, можно давить, можно давить. Похоже, 1-0 Неразим слушайте. Чё-то он стабильно Димагу в последнее время начал шатать, молодое поколение ждёт. Димагу конечно похуже сейчас братка того же как-то выступает. Вот призмы фокуса вообще нету. Где фокус призмы? ГГ, ребят, даже хочу посмотреть потери, конечно. О, ё-моё, жесть какая. Вот. Вторую карту ждём. Браток играет, кажется, третью игру. Ну, как раз полуфинал первый пройдёт и... Далее будем смотреть. Спасибо технорочке, спасибо, пацаны. Юраль идёт. Надо копеечку рубить, чтобы была возможность чего-нибудь запилить в конце месяца, но... Пока в этом плане всё печально. продолжаем. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Так, спасибо за плюсаны, всем правил нету, может, на финальной туре, наверное, запилим правила, что задержка на нас 3-ми 7, здесь таких правил нет, да и уже поздно демаги говорить как бы об этом. Так, спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! 1-0 неразим демагенса повел, вторая карта у нас. 1-0 неразим демагенса повел, вторая карта у нас. Тот же самый билд у демагенса. Ну а у неразима пилот! Кит, газ, ексус, кибердэточка! Не строятся рабочие, кстати, что-то соплай блоков ловил на несколько секунд, не надо вначале соплай блоков ловить, ну это, конечно, фигня, все. Так, какого у Ксимирона? Что-то в городище мой 7х команда у неразима, вот ее аватарка там и есть. У демаги каскад, кстати говоря, можно даже вот увидеть это все, чик-чик. Ну я предпочитаю, чтобы нити просто оставались. Так, контролай можно проставить. Опа, в этот раз не старгейт, в этот раз глефы. И они очень ранние. Плета демага хочет увидеть, что же здесь творится. Неразим, но про вердос, думаешь, составит конкуренцию. А, может, Блай Неразиму составит? Что за неуважительное отношение к Неразиму? Кто такой вообще Блай и кто такой Неразим? Неразима-то заслуженный гуси-пускатель в чат, между прочим. Уже свои-то годы. Так, адептика уходит, пилон здесь сзади. Слушайте, нет, тут не продавить было демагенцу. Меняется пилона. Доделалась, это, батарейка щитов. А что демага убежал-то, я что-то не понимаю. Куда он, что он бегает-то, я не пойму. Собаки делаются? Да это что-то Беллингбаст же явно идет. Там два старгейта. Или что это не Беллингбаст вообще? А, демага испугался Глев, короче. Это оборонительность, юма. А там два старгейта. Это провальщики для демаги. Это сейчас у Феникса здесь устроят жару. Есть нектус карманный. О, Беллингбаст все, позорвали демагенские. Скуш, ладно. Флэр пошел, хвостик. 14 дронов сразу же заказывают. Посмотрите, по рабочим, какая печаль. 49, 31. Правда, неразима. А, вот сейчас два Феникса заказывают. Ну, надо бустанить, короче, старгейты. Иначе, как бы, ну, они медленно будут строиться. Фениксы. Аверс выиграл 2-1. Ничего себе, Аверс чисто закамбэчил. И, кстати, Аверс бассет будет. Матчи у Аверса есть все шансы. Я думаю, у Аверса по силам бассета одолеть. То есть, Аверс... Ну, Аверса хороший потенциальный скилл, в принципе, да. Но он бросал что-то играть. Теперь опять начал. Непонятно, нихрена. 12 дронов. Демазик еще строится сейчас. Масит, масит экономику. Тут уже фены начинают шатать просто. Кстати, и база там у неразимки. Третья ставит. Королева пришли, одну неразиму... Ё-мо, куда тут столько неразим заметил? Только сейчас, что королев много. Слушай, погодите. У Фениксов всегда такой скин был, я не понимаю. Или мы изменились, или у неразима скин есть? А, это скины, это скины. Я вообще-то думал, что всегда, ну, подумал, что это стандартный Феникс. Ну, это не стандартный нифига, Феникс. Это скин. Летает, шатает неразим. Куда-то полетел, сейчас королев хотел забрать, не получилось. Ты там напиши, Юрта, что не стартовали-то, а то как вот у нас что остается-то? Этот матч, да, следующий Аверс против Басата. И, кстати, долго может быть, и матч за третий. Аверс Басат может долго быть. Если долго пойдет, если уже за одиннадцать будем выезжать, то я тогда, наверное, это... Не буду матч за третий стримить, ребят, сразу предупреждаю, потому что меня задолбало по шесть часов спать. Хочется встать. Хотя, если кто-нибудь лучше уметь опять, как вчера, то можно и опять проваляться, просто проворочиться и толку не будет. Ну, а вы помните, ребят, про поддержончик. Кнопка в плеере, поддерживайте меня, мой канал. Поддерживайте StarLine турнир. Но, просьба, если стороны будете поддерживать, поддерживайте основной турнир, потому что будет весь призовой туда переноситься. В основной турик соотборочный. Так, адепты там на третью приходят, неразимовские. Ё-моё, проблематично. У демаги здесь на третьей базе. Рабочие падать начинают. Очень много уже погибло. Адепты, кстати, уйдут. Это королевь все достаточно легко. И на мэйне фениксы шатает неплохо. Здесь неразим, правда, косячит. Вместо того, чтобы адепт сразу отвезти минеральную линию, он просто ими стоит, короче, ничего не делает. И это приводит, вы видите, к чему в итоге. Так, здесь два адепта, остальные на мэйну шли вообще. Так, а здесь караптеры что летают? О, демага прилетел. Почти, демага прилетел, отдался. Просто 39 дров. Слушайте, это ГГ, это 2-0. Неразим, между прочим. Вы видите, я думаю, прекрасно это сами. Караптеры зассать пытается Нексус. Неразим успевает их убить при этом всем. Всех. И здесь все погибли. 70 там на 100 с лишним лимита. Сейчас пользу Неразима. Продолжение следует... Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так Субтитры сделал DimaTorzok Так, Син-Син прыгает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, поехали Аверс не хочет вас, ребята, заставлять ждать Он хочет крутого Старкрафта Погнали Аверс Баса, ТВЗ, второй матч за квоту Димагинс ждет в лузерах Матч за третье место, короче Так, скоро уже там пуск, да, будет у нас? Ну, пока еще там какие-то графики всякие происходят 22-20 Falcon Heavy Пускать будет Илон Маск, американца Глянем краем глазика Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 3-2 с кассом сыграл... Ну да, нет показателей... Продолжение следует... 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 Ну... Это хорошо, что школьников... Уровня нормального появляется... Все больше и больше... Минус овер Аверс делает... Неплохо... Плюс один заказ... Плюс две фактурки... Конечно же мех... Что еще может Аверс играть? Вот Аверс... Это... Истинный любитель меха... Ученик стрелка... Евгения Апарашева... Вот... Бывший... Причем... Реально ученик... Как бы... Плюс стрелок... Уроки в свое время давал... А стрелок... Как известно... Тоже мех очень любил... Играть... Так... Еще... Минус один оверс... Вот если бы эти линги не прибежали... Тех-то лингов... Баса... Потерял от овера... То есть... Надо всегда обходить... Если ты хочешь подождать... Так... Две банши шатают мэн уже... Но... Здесь есть чем встретить... Слушайте... Но если... Если Баст выиграет Аверса... А только за... А матч за третье место... Станет интереснее... Потому что это будет... Димага против Аверса... А вот так... Если Аверса... Баса-то забреет... То там у нас... Получается... Будет... ЗВЗ... Так... Кнопка поддержки... В чатике... В чатике... Вот... А мне говорят... Что люди все знают... А люди... ЗКВ 311-1986... Поддержал ваш канал... На 100 рублей... И сообщает... Никуда не делось... Спасибо ЗКВ... В чате... Пацаны... Кнопка... Запомните... Я сегодня стрался... Там в чате... Ну... В скайпе... Говорят... Что доната... На сайте стало больше... Завтра станет меньше... Я бы сказал... А на самом деле... Меньше стало... У меня данных... По статистике... Нет... Как бы... Они не открыты всем... Вот... Но... Как бы... Привыкайте... Короче... Я бы просил... Что бы сделали... Кнопку рядом... С... Общими премиями... Как бы раньше была... Еще одну дополнительную... Но... Походу... Проигнорирована... Моя просьба будет... Как бы... Ну... То есть... Есть какие-то причины... Видимо... Сложность... Как бы... Этого исполнения... Почему там ее не будет... Так же... Дело такое... Ну... А за поддержку... Всем громадное спасибо... Ребята... Это очень важно... И нужно... Аверска... Опа... Двадцатилетний школьник... Двадцатилетний... Да... Тоже... Это не школьник... Дорогодник... У меня тоже оказалось... Я просто... Бас позавненько... Помню... Что он как-то постарше... Опа... Налом на Аверса... Ребята... Идет... И... Что-то тут... Проблемы у Аверса... Гигантские какие-то... Приключились... Я смотрю... Падают... Толбаты... Падают... Танки... Гидролинги... Зашли... Здесь-то рано или поздно... Васт отобьется... Это факт... А здесь... Минус Аверс... ГГ Аверс... И... Аверс... Через паузу... Что-то прибомбило... У него... Ливнул... Ну что... Фастронт... Разобрался... Где кнопка... Минус Аверс... Походу... Нет... Потому что... Я не вижу... Горы денег... Билетов на Мальдивы... Бэк Вотер... Как она по-русски... А... Затон... Все... Я вспомнил... Короче... Ваш канал на 111 рублей... И сообщает... Я тупой лось... Но люди помогли... Кнопку найти... Слепому ложку... Слепому ложку... Так... Аверса зовем... Всех зовем... Баса-то зовем... Надо баса-то добавить... Кстати... Так... Ладно... Так... Ладно... Все... Поехали... Ну вот... Видишь бобер boge... Я тоже пытаюсь всегда доказать... В конфе... Что... У нас как бы... Ну... У нас как-бы... Не все люди... Программисты в стране.. как бы и даже не все там супер уверенные какие-то пользователи пока как бы но пацаны считают что все программисты стране и не все везде найдут и все эти кнопки и разберутся почему там плеера не работают и т.д. как бы всякие там вот эти шляпы вот спасибо технорочки ну на сегодня уже на поезд насобирал птич на ручкир поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает на билет на мальдивы 5000 за февраль заработал на поезд собрал так сказать уже плюс январские ну так кстати скоро блин это скоро соберем уже частично жаль только штуку придет не кушать спасибо всем пэйман из к2 здорово рамчик идут а метро twitch да бассат просто проник в аверса и в аверсу пришлось выйти из игры ребят короче бассат 1-0 повел ну что ж готов он получить квоту и готов у нас не за ввз оставить а ствз и я поддерживаю в этом потому что димагенс ждет оппонента чтобы с ним побиться за квоту но впереди будут еще три отборочных на завтра и на следующей неделе еще будут там отборочные ну кстати я спешу предупредить что завтра может быть есть вероятность что не буду стримить отборки если я захочу отдохнуть немножечко вот он его тебя это ты это 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 и и и и и Так, пацаны, значок донатика в кружке в чатике снизу рубля. Так, вы помогайте, короче, там и все дела. Так, что-то там целый рэп Фастрон зачитал. Фастрон поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает, ладно, я не лошок, я так-то царь, просто не увидел. А искать впадлу проще спросить. Пацаны, давайте поддерживайте сержа, а то он не спит, не ест. На витамины то надо. Не, я ем, я ем. Но сплю еще-то мало последние дни с этим иемом. Корейцы оборзели, короче. С этим международным олимпийским примитетом беспределят. Стримы пускают 12 часов дня у тебя, что у нас в 6 утра, блин. Ё-моё, как аверс нажёк люто здесь басу. Тут теперь тяжеловато будет, честно говоря. Дадим им жарп, эсэйв готов. Боя готова. Так, контр-забегание от вас, это, ребят, и аверсу сгрыз, он 4 рабочих, как-то так. Стримы пускают, аверсу сгрыз, он 4 рабочих, как-то так. Стримы пускают, аверсу сгрыз, он 4 рабочих, как-то так. Так, ребят, скинул ваши отчёты в чатик про ненужность кнопки, как-то она ж не нужна старая, как-то совсем. Ребят, недусецкий пошёл. Я чё-то тут проморгал. Всё, ребят, слушайте, а тут, между прочим, 14 рабочих. Королевы трансьюзит уже. Эй-эй-эй, что такое баса делает? Так, как криво он тут всё исполняет, ребят. Роуч как криво выходит, но... Так, королевы вышли, трансьюзы где? Трансьюзы отсутствуют напрочь. Ну, тут хелики с рабочими нажгли очень хорошо. Слушайте, ну, тут аверса отбился и даже никакого демоджа критического по рабочему не получил. Ну, чё-то тут не рано ли аверс отвёл рабочих? Не, не рано, вроде как, нормально всё. Бас пока в плюсе по лимиту, но технологии напрочь отсутствуют. Собаки там на вторую прибегают, геликов грызут, кстати. И не слабо они как-то нагрызают. Будет ли ещё один недус на мейн? Вопрос открытый, а ведь можно прям на мейн впилить. 8 роуч и 18 лингов пили не хочу. Танков нету, кстати. Можно сейчас ревенжера в пару впилить и развести неплохо. Так, вот вступает баса назад. Так, ну, кстати, Falcon перенесли. Вы знаете, почему старт Илон Маск? Он смотрит здесь на старлайн отборочные, как бы, самые важные киберспортивные турниры в мире. Вот, нахрен сверхтяжёлые ракеты пускать. Надо, чтобы пацаны-то глянули по мечтам и все дела. Правда, если ждать до 12, до 6 часов. А ведь один хрен, кого я обманываю. Всего в 11. Кстати, я не смогу лечь спать, потому что там, может, и кипишить кто-нибудь сверху. Нам беруши купить мне, ё-моё. Уже, наконец-таки, тысячу лет уже планирую. Но что-то никак не получается. В этот раз у Аверса, ребят, гораздо лучше. Начало он нажёг рабочих и отбил Нидус. Но Басад, посмотрите, как он мастится. Он, как бы, отмастил дронов уже всех. У него уже хайф готов на 9-й минуте. И шпиль, правда, шпиль запоздал, правда. Так, а что мешает рабочих-то отсюда перевести сейчас? Так, Либератора прогнал. Возвращай на добычу дронов. Что-то стоит Басад. Что он стоит-то, не помню. А, здесь ещё фаерболы вообще. Извиняюсь, отвёкся на секунду. Так, 11 дронов ещё. Минус, что-то вообще печаль. Тут 150 уже лимита. Третья атака заказана. Везде тут, чёрт побери, летают эти Либераторы. Везде шатают. 14 дронов уже минус. Наконец-то Басад выбил последнего. На рабочиху Аверса, правда, больше. Четвёртая цеха уже полетела. Но, по идее, такую игру Аверс не должен упускать. У меня такое ощущение складывается. Но... Должен, но не обязан, как говорится. Вот и выход пошёл. Синяя пламя есть. Да, синяя пламя есть. 2-1 апгрейд. Узерга только рейнжовая атака. 1-100 лимита боевого на 56. Всё, трансформируется в хелбатов. Не знаю, почему Аверс не делает грейд на трансформацию. Это чрезвычайно, на самом деле, полезный апгрейд. Так. У Ревена полная энергия. Всё, что успел делать Аверс Ревеном, это поставить Дефенс Дрон. Вот прежде... Вот, ребята. Какая ошибка у Тирана. Ну, ты идёшь мехом крайне немобильным. На стая 60 лимита. Какий-то скан вперёд. Если сейчас Аверс кинул скан вперёд, он бы понял, что Сиджить танки вообще не надо. У Зерга нечем отбивать. Даже бесить же всё это дело. Так что, атака Бруда и Морфетса. Надо подходить и Бруду взбривать Торами, что Аверсы пытаются сделать здесь. И Торами, и Циклонами, и Викингом, кстати говоря. Так. Кстати, несколько Брудов Аверс отменил. Бассету прям на Морфе. Ещё сейчас одного похожего. Ещё же ты за вот этой надписи с чёртовой про рабочих ни хрена не видно было сейчас. ГГ бассет пищет. 1-1. Много либератора. Очень много убили рабочих. Ну что же. Много либератора. Много либератора. Почему этот говночат открывается на игротекинский? Много либератора. Много либератора. Так. Блэйк Пинк у нас карта. Создаём. Много либератора. 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 Куда-то Аверс валил, кажется. 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 Так, ну второй газ у нас ставится, соответственно, на мэне. Аверс валил, кажется. 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 Что-то непонятное у вас это происходит. Что-то непонятное у вас это происходит, если честно. Ну и прям мастится собаки здесь. Что-то много их подъехало. Правда, я не вижу почему-то этого. Бэллинг Неста, ребят. Но Бэллинг Нест не обязателен для победы, как бы. Линги сейчас будут забегать. Вот сейчас Овера начинает шатать у нас баса. У баса тут Аверс. Здесь линги забежали. И два гелика под ударом. Три. Уезжают они назад. Что собаки на мэн пробегут? Нет, да Поки успевает Аверс закрыть. Молодец. Так. Будет врыв. Ууууууу. Здесь витинг четыре гелика. Что-то печалька это. ТУ-2 не получилось. Подгрызали здесь совсем. Ну хоть собак баса тут. Молодец. То, что хоть хладнокровно действовал и... Ну, т.е. не стал всех собак просирать, короче. Потому что они в обороне помогут сейчас. У Аверса Армори. У Аверса два либера... Опа. Ну, в общем, идея такова, видимо, что куда-то на третью халбаты придут, а на мейн на вторую по либератору залетит, и просто мультитаски здесь аверсок своего оппонента опередит вообще. Так, Луу. Ну, пролекламить могу, но ты должен кидать ссылку, а не просто писать. Так, через 10 минут будет интервью с Бассеттом, и в группе команде Рек будет оно. Хотя бы на группу, ну, не хотя бы, у нас интервью-то ссылки пока нет, на группу надо ссылку кидать, а не так писать, потому что откуда кто знает, какая там группа у команды Рек? Ну, я-то знаю, как бы она у меня где-то есть, у Илюкин, а где-то нет. Так, наш Глич, что-то Гелики, тут собак пачку хорошую, аверса Геликин. Либераторы куда летят? Они летят куда-нибудь вообще? Да, один на мейн, да-да-да, так и есть, один на второй, один на мейн. Нет, на отборочных бабок не будет, потому что финала не будет вообще, в принципе, будет сейчас за третью фото матч, то есть за третье место фактически четвертое. А-а-а, все призовые, которые вы будете кидать, кидайте на финальный твик, потому что даже если вы сюда кинуете, все равно перенадите на финальный твик. Так, ну клубаты зашли, и Бассет на яичах принимает этих клубатов. Все, все уничтожены, 54-46 по рабочим, не, ну аверс нормально кидать в рабочих, третья цеха, но он сейчас все практически отдал. А, факторки-то вот только-только подъехали. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, скидываю ссылку, чё-то, да. Максимус 78 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, разобрался, как поддержать, чего и всем советую. И немного рекламы музыкального сервиса Гусли. Спасибо тебе, Максимус, большой, не знаю, что за сервис, но опять же, вот если чё-то рекламируете, а с поддержосом, как говорится, законом не запрещено, вот, поэтому, ну, то есть на ссылку тоже кидать-ка его в чё-тос. Вот, это как бы без разрешения, вот. Торстинтв поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, поддержас. Спасибо, Торстинтв, спасибо всем, ребята, большое. Вот. Ещё будет ещё один матч сегодня будет, помните об этом, это Димага против проигравшего здесь. Кто проиграет, пока не ясно, но... В этот раз у Баста более хорошая ситуация, чем в предыдущей игре. Не ножок Авер сначале, Нидус не был просран вообще в хлам. То есть, в итоге, в итоге у Баста хайф делается. Не самый ранний хайф, но у него 75 дронов и 4 базы. У Аверса 3 только, но это далеко не проигрыш для... И Аверса тоже вообще. Либераторы, кстати, один здесь отдался, даже не разложился, а второй как-то я и не проследил, он на Мэнни как-то слился по поводу вопроса, где были либераторы. Одного вот здесь королевы прям убили, он даже, ну, не стрельнул по рабочим ни разу, это я точно видел, как бы. Второй он куда-то там летел и тоже, короче, прогорел где-то. Миссия провалена была, как и у Кулбата на самом деле тоже. И кого они там настреляли-то? 5 дронов настреляли? Никого особо они не настреляли. Игрока из команды 3D, тиран тащил на то, что они реально чуйки. Какой, какой Старкрафт? Первый, второй. Так, кстати, возможно, ноунейм. Возможно, ноунейм. Но он и на ланаха выступал. Вот, ну, а помню, что он... Это тот игрок, которого я пару раз выигрывал одним рабочим, запиливая депоку. Ему один раз на ладере, один раз в какой-то начальной стадии. Какого-то Турика у него бомбило, он выходил. Уж тираны ставят вот эти две депоки, Турика был билд, ну, то есть, типа ЦЦХа на мэне, сныкана, как бы. Ну, показать непонятно, то ли ЦЦХа, то ли ЧИС, как бы. Ну, депоку строили, а вторую просто заказывали, сразу отменяли, у неё 40 хп, примерно, там, 40-45 хп, по-моему. Вот, как только её доказалось, не достраиваешь. Ну, и я приходил пробкой, просто её пилил, а она не достроена, то есть, брони нет, пробка опять дэмеджа наносила, как бы, и щел не успевал вовремя среагировать, рабочую не уводил, всё, либо отменять, либо она падала, как бы. Она два раза падала, и всё, это был гагенчик, ребят. 175 аверса, и... Опа, 200 баса, слушайте. Я вам должен сказать, что баса-то ещё неплохо играют. Очень даже неплохо, то есть, уровень есть, как бы. И мне нравится, что, как бы, много таких уверенных в ММ-ах появилось в СНГ, прям. Так, хуры вытягиваются. Зачем зелёнку-то оставил? Хотя зелёнка своё дело сделала, вайперы, правда, упали все. Вот этим пацаном можно и приплодить пару локусов, если уж он так был случайно заказан, но планетарочку баса тупирается, и не может продавить, как всё начиналось хорошо, и как не очень-то всё кончается. Слушайте, ну так нельзя делать зерго, тут, конечно, играет эрспайр уже делается, но... И плюс две базы, пятая и шестая есть. Ну, как-то печально вообще. Кофта крутая, это... Крутая, но её надо реставрировать уже, потому что она вон тут такая, как бы, вся. Мне Даша... Мне Даша проявляет, что... Я как бомж. Я говорю, я этим доржусь. Какая разница там? Так, второй. А первый, кто, ё-моё? Первого я не знаю. Про ноунейм скал. На ланов? Да, я как бы его много раз видел на многих ланах, как бы, ноунеймах. Лично не сильно был знаком, как бы он помоложе был. У него бомбило постоянно ещё в инетико. На лане тоже подбамбливало, но не так сильно, я помню. У него ещё элегантные усишки были. За что сливкой, я помню, многими там он так и прогнан был. Ну, вот. Ну, в общем-то, желаю ему удачи, как бы, не знаю, чем он сейчас занимается. Честно говоря. Так, 24 дрона и 16 перебор здесь у Басота по рабочим. 88 он настроил. Экономика прекрасная у Басота. Ещё-то только 3 рейнджовых атаки, грейды на этом застопорились. Почему бы не перевести половину отсюда вот так у дрона просто сюда? Во-первых, это добычу улучшит. Во-вторых, это... Что сделает это? То есть, это на самом деле снизит вероятность того, что каким-то одним заездом убиты будут все дроны здесь нафиг вообще. Ох, какой миссл! Сикер миссл минус броня по Басотовским юнитам. Похоже, ребятки, Басоту не одолеть. А, борода? Ну, борода... Я помню бороду, но он не тащил никаких онлайн-турниров, в отличие от ноунейма. Потому что ноунейм сильнее был, насколько я помню, как его игрок-то. Так, приходит Аверс, пятую выпиливают. Чё б сразу дронов не засплитить было. Теперь они сюда едут, пока приедут. Ну, хорошо, хоть есть куда приехать. А то так бы беженцами были бы вообще. Города я помню тоже. Я понял, что борода не борода, а ник. Так, 3-2 у Аверса, воздушная атака, третья броня уже делается вообще. Тут 2-1 хафт. Да ты провидец тут, походу, в натуре 2-1. Только в чью пользу. Интересно мне. 3-1 грейдики. Так, вот талинги бегут, все сливают. Так, у Аверса уже просто жесть какая-то тут ходит. Чё он тянет, я не помню. Фьюжн Коры, 3 макроца сейхи. А, ну тут мулы всякие будут. Баса-то идёт куда? Сюда на 6? Чё, сюда? Ой, вайперы прилетели, слились все в хлам. Караптеры на туретках минусуются, дичь какая-то. Хочешь, значит, стационарная оборона? Прилетел 5 караптеров на туретках, слил Баса-то не было бы, не слил бы. Вы скажете, что Баса-то здесь виноват, мужик. Когда игроки сливают, так в основном они и виноваты. В любого уровня играх. Так, здесь 3 танка сиджатся, выбивает 4-2, Аверс при этом отступает домой. Очередная планетарочка, кстати, уничтожена. Вот, груды налетают со всех сторон. У Аверса хороший запас ресов, но он почти полностью вернулся. И, кстати, здесь он Баса-то впервые отхатывал. У Баса-то что? Вот эта добыча, на второй чуть-чуть есть в углу Баса, но тут рабочих нет. Придется драться. Вот. Сейчас лоб-блоб, а у Аверс здесь очень много прям всего. Викинги убивают брудов, все хера, летят просто, все в минус броне. Для Туров это, конечно, ну так себе помощь там плюс. Но в любом случае это плюс, а не минус, причем нормальный плюс. ГГ Баса-то против демаги. Ну что же. Ждем пока пацаны начеркают карт. Я пока добавлю, ребят, в поддержку. Спасибо всем, кто поддерживал, ребята. Вот это. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Овердос 2 рубля, оказывается, запилил... И то рубль с него Гудгейм забрал, Овердос неудачник... Рубль в турнир запилил, а Гудгейм забрал его... Один рубль... Фастрон поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает... Технорокер пока отдохни, пусти папу на первое место... Для технорокера не на первом вроде как... Тут пацаны... Уже обошли, просто я не мог добавить... Для когда же я с ротоней чатиками эти не заморочусь... Блин, вот там вкладки отдельные, мне так привык к этому... Короче, это они пока не критичны... Я думаю, никто не обижается, что прям вот... Сразу не попадает, как бы... Подержусь сюда, например... Дальше... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok ДимаTorzok Добавил DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Идесящ-у-у-у-у-у-у-у-у! Всё, отмечишь оригинально. Ужрёшься чем-нибудь, надо придумать чем. Ладно, щупки в сторону, давайте досмотрите. 29-26, димага уже в плюсе по рабочим, но не сильно в плюсе, у Баста больше моего. Что-то у вас пробрало сегодня, спасибо, пацаны, большое. Сейчас помру со смеху. Короче, димага контратакует Баста. Баста заходит димаги, но здесь очень много бэйнов, лимита Баста больше, но у него проблемы дома большие, потому что здесь бэйны, здесь линги грызут, но отбивается Баста. Пытается третью димаги уничтожить, но здесь бэйлинги рядом, линги рядом, успеет Баста. Райт клик, уже втопил, в конец успел, сгрызть. Как димага бэйнов то не взрывал здесь? Что димага делал? Чем он занят был? Роуч ворону Баста уже сейчас будет готов. Ой, димаг на бэйлинга заходит. Все потерял, димоз, что ты творишь? Вообще не ждал я такого от тебя, братюня. Бэйлинг взрывает, здесь еще лингов не успевает, а не сгрызть. Очень печальная ситуация. Да уж. Слушайте, димага вообще, кто стримы смотрит? Сколько там Дима тренится-то? Что-то у него игра не идет, у него голова чем-то забита, либо он мало тренится сейчас. Ну, потому что я знаю Димагу, если он тренился вот прям, чтобы тащить кулики, как бы он все на другом уровне совершенно бы играл. Значит, он как бы и такой цели все видимо не ставят на данный момент. Короче, заходя Дима ко второй. Баса тут бэйна пытается нагрызть. Бэйлинги детонируют, ничего практически не убивает. Димага критически уже, критично по лимиту просел вообще. Опять врывается Баста, опять видит бэйнов, опять сюда не ворваться. Слушайте, это минус димага в первой игре. Судя по всему-то. Тут прям дофигища всего идет. Ооо, жесть какая-то. Гэ-гэй, Димос пишет следующая карта. Ты завязывай фокус, реально-то. Ну, то есть... Я тоже в последнее время веду такой... Какой-то печальный образ жизни, но... Честно тебе скажу, что... Поаккуратнее надо с этим делом. Но ты там вообще, по-моему... Полный... Аморалити находишься. Так, Торстейн еще, да, тут пилят. Спасибо, Торстейн. Не понимаю, как все меняться должно. Так, Invited, Димос. А теперь понимаю. Здесь кто остался. Здесь никого не осталось. Короче, вообще дичь какая-то. Бля, еще со дна надо кого-то там возвращать. Назад. Да, конечно, в этом плане автоматика решает. Но мы по дедовским способам все. Еще и Куровик, походу, да, вернулся. Ладно, спасибо ребят всем большое. Очень приятно на самом деле. Тебя даже на ладоре убил. Тебя даже на ладоре убил. Просто всем чатам. Потом, после победы Баса-то на Старлане. Короче, вот так вот. Уже билеты на Мальдивы сдал и беру, короче, где ты там живешь, туда, короче. Вот. Баба бросила. Ну да. Продолжение следует. А вот так вот. Ура. 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 Бабы, блин. Походу, короче, не сильно, да? Как-то. Ладно, что-то я это... не будем. Нечего там тебе это... расстраиваться. Я так думаю, пить не будешь. Найдешь новую. Всем чатам на Мальдивы. В общем, ребят... Бастет тут овера демагинского гоняет. Семнадцатая хата газпул у Бастета, у демаги то же самое, и третий тайминг примерно одинаковый сейчас. Бастет в плюсе по рабочим, но у демаги как-то лингов больше намного. Это Бэллинг Бастет, демаги очевидные абсолютно. А-а-а! Это даже не Бэллинг Бастет, это линга подгрыз. Но тут-то Бэллинг Нест есть, ребятки. А Бэллинг Нест что значит? Что... Может как бы и отбиться? Бастет-то. Правда, собак у него явно меньше на данный момент. Но у него прирост зато ближе к дому здесь. И он принимает как-то демагу даже без Бэллингов. Что творится-то такое вообще? Это вообще как происходит? Демага идет вперед, демаг пытается на вторую забежать или не пытается? Пытается, пытается! Бастет, нужно принимать бой! Ох, под королеву куда там что там? Как там вообще Баст уходит? Одной группой, второй вроде тут среагировал. Бэйнов морфит уже. Кстати, демага не видел, когда они были за Морфина. Но решил драться до конца. И, кстати, врубил мужика Дима. Но Дима любит, умеет мужика врубить. И даже любит, я бы сказал, врубить его. В итоге тех собак сгрыз, но дальше прошел. Бэллинги все повзрывали. Короче, продавить не получается. У Баста там аж 20 собак заказано. И тайминг Бэйлинг Неста у демаги плохой в итоге. Ответный. То есть, может сейчас еще и пуст пройти до того, как Баста там что-то на Морфу. Селедка 39 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Серегина пивас. Спасибо, селедка. Ты сегодня всех, короче, и X-фокуса. И меня, да? Но я пивас не пью, братан. Я только с крепеньким могу сработать. Вот. Бывает такое. Слушайте, Баста по демагу прессует в ответку. Слушайте, что, Баста реально молодец. 9 дронов минус, это уже практически победа, опять. Сан-Су-Типа-Рилу на берегу низкого океана. Чур у меня будет всеамериканский ствол. Тогда. Ну, или хотя бы пистолет с глушителем 22-го калибра ЛР. 54-34, ребятки. Кто бы мог подумать, но демага занимает четвертое место в данных отборочных. И не проходит. Братка демагу потеснил молодняк. Аверс выбил братка, а демага бился до конца. И в полуфинале, и в матче за третье место. Но, к сожалению, не смог пройти. Но будет еще 3 отборочных тура. И будет у пацанов шанс, естественно. Спасибо, Селедыч. Сейчас я тебя сюда впилю, ребят. Так, да, напоследок, да, чтобы ты себя увидел в конце. Потому что завтра-то все обнулится, обновится. Спасибо всем, Громан, за поддержку. Есть последний шанс у вас это сделать, как бы, сегодня. Вот. В течение, там, секунд 30 минуты. В общем, ребята, что могу сказать. Я не буду, там, всяких, короче, речей толкать. Сейчас топ-стартов делать без задержки. Скажу вам с задержкой, что сейчас я выключаюсь и жду вас в 6 утра. Элейзер против Скалет, Сос против Мейджера. Такие будут полуфиналы на ИЕМе. Пьянчонг и финал потом. Финал будет интересный, точно не зеркальный. Возможно, кореец против некорейца. Это будет великолепно, безусловно. Так что, приходите смотреть обязательно. Вот. Ну, а пока что с вами прощаюсь. Falcon Heavy, кстати, полетит. Возможно, в районе 12 часов. Если же его не перенесут еще на завтра. Я смотрю на стриме, там все больше и больше людей. Походу, Илон Маск просто хайпит, короче. Не пускает ракету, чтобы на стрим больше людей пришло. Вот так вот. Короче, ребят, всем за поддержку. Громадное спасибо. В 6 приходите. Данная запись будет на Ютубе. Все в ближайшее время, короче. Все, всем пока. Хорош тут у меня эти транзакции в чате устраивать, короче. А то меня в тюрьму посадят еще. Или налог платите, помечу. Все, ребят, в 6 утра жду. Всем пока. Поздравляю тех, кто прошел, соответственно. Участвуйте в следующих отборочных. Завтра вторые будут. И там 13, 14 или 14, 15, по-моему, следующие. Все, увидимся, ребята. Мне на Сбер присылайте он. Телефон здесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.